Среди молодых добровольцев студенты и школьники. Для них это возможность не только окунуться в историю, но и прикоснуться к ценным первоисточникам. Чтобы мирно жили люди на планете, чтобы больше не было войны, Коля Печененко и другие дети защищали честь родной страны. Мы с музеем уже несколько лет назад познакомились и, конечно, когда нам провели здесь экскурсию, мы поняли, что это действительно очень уникальные материалы, которые здесь находятся. Их обязательно нужно сохранить, их обязательно нужно передать, потому что вообще тема «Дети на войне» это как-то особенно актуально и важно, когда особенно школьники приходят, им очень интересно посмотреть. Помочь сотрудникам музея решили также активисты ОНФ. Они собрали юных волонтеров и закупили нужное оборудование. В 2021 году мы понимаем, как важно сохранить историческую память. Если раньше это были вопросы какие-то моральные, то сейчас мы понимаем, что они имеют вполне себе прикладное значение, потому что многочисленные наши оппоненты имеют нашу страну. Они действительно выворачивают историю так, как им выгодно, и теперь уже это влияет на политику и на жизнь людей. У нас наши ветераны теперь живут и в Израиле, и за границей нашей страны. Это Белоруссия, Украина, Казахстан. И эти люди, информация о них есть. Есть их рассказы записаны. То есть, можно сказать, это проект международного значения. Вскоре оцифрованные архивы появятся в свободном доступе. На сайте интерактивного музея. Летопись Великой Отечественной 2.0. Кристина Леонова, Мария Колосова, Максим Леонов. События дня.